Ее мать Все члены семьи стремятся оставить их наедине, если только представится такая возможность жить. Но разумеется, если только представится. И вот приходит день, когда он делает ей предложение. Он бормочет какие-то далеко не самые прекрасные слова. Она принимает их за предложение. Идет и говорит матери. Он идет и говорит отцу. Они обручены. Теперь он называет ее моя невеста. Она его мой жених. Обрученными они могут оставаться долгие месяцы. Иногда годами, Лисандра. Долгие годы. И когда они куда-нибудь приходят вдвоем, все отпускают насчет глупой шутки. Громко кашляют, если они заходят в комнату, где кроме них никого нет. И в конце концов, они отправляются на медовый месяц, сообщая при этом всем и прежде всего газетчикам, где они его проведут. А потом возвращаются и начинают говорить о хлебном соусе. Жень, это ужасно. Ужасно, дорогая, но этот пацанный век ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Иногда я вижу, как он, закованный в броню, проезжает на коне под моим решичным окном. И в свете, солнечном и ясном, каменье на седле прекрасном, шлем и доспехе яркой стали, единым пламенем сияли, когда он мчался в камелотах. Носил свой меч, могучий он, в ножнах, что крытый серебром, и латы издавали звон, когда он мчался в камелотах. Да, дорогая, но сейчас никто никуда не учит. И когда он проезжает на коне под моим решичным окном, я машу ему нежно-белой рукой, который просунул сквозь решетку, и бросай что-нибудь в знак моего расположения. Мелочь. Розу. Да, возможно, всего лишь только розу. Мелисандо, неужели помашешь ему нежно-белой рукой? Я хочу сказать, это будет неприлично. Нежно? Ну как по-другому он мог понять, что я люблю его? Как по-другому он мог прикрепить мой подарок шлема, отправляясь на битву? Ну, разумеется, только так. И вот, когда он побеждает в бою всех своих врагов, он возвращается ко мне, и я скручиваю себя дома все просто не веревку, потому что меня заточили в моей комнате. Сбрасываю ее вниз, спускаясь вниз по ней к нему, он сажает меня на седло перед собой, и вместе мы уезжаем в большой светлый мир. Вместе навсегда. Дорогая, ты собираешься выйти замуж? Пусть и мы останавливаемся у маленького бителя старого отшельника, добрый священник венчает нас, объявляем мужем и женой. Ну, слава богу. Но иногда он не в госпехах. Он принц из волшебной страны, а мой отец король из соседней страны, который сильно докучает дракон, ну, дорогая. Дракон! Король мой отец отдает мою руку и головину королевства тому, кто убьет дракона. И принц, который нечаянно приезжал по нашей стране, принимает вызов, но дракон сжирает его. И ты сам, ну, ты же его любила. Я удостоила его, мимо этого взгляда, он не тронул в его сердце. Другой принц берется за это дело. Отважно бросается на крыложеного мусора, но, увы, дракон сжирает его. И вот как-то вечером во дворец моего отца приезжает прекрасный и скромный юноша, одетый персиковый шапрановый, и просит попытать счастье с драконом. Проходя по тронному залу по пути в спальню, мы с ним случайно сталкиваемся. В наши взгляды встречаемся. Да, дорогая, вот где бы тебе жить в те далекие времена. В те далекие времена никогда не вернутся? Сомневаюсь, мужчины нынче не носят персиково-шапрановое. Не носят? Значит, я никогда не выйду за ручку? Ну, разумеется, я не такая романтичная, как ты, Милисанда, и у меня нет времени читать все эти замечательные книжки, которые читаешь ты. И хотя я целиком и полностью согласна со всем тем, что ты говоришь, это прекрасно — жить в те далекие времена. Однако мы живем здесь и сейчас. Вот я и хочу сказать, что мы живем здесь и сейчас. То есть ты готова изгнать из своего сердца романтику и согласна на самое ординарное замужество? Я хочу сказать, что оно не будет ординарным, если правильно подобрать мужчину. Милого, обрядного англичанина, я не говорю красавца, обходительного, спортивного, надежного, пусть не очень умного, но зарабатывающего достаточно денег. Похоже на Бобби! Бобби! Это не Бобби и не кто-то еще. Я просто предполагаю, почему должен быть еще. Тем более все мы знаем, что Бобби смотрит только на тебя. Значит так же. Я предупреждаю тебя. Если ты думаешь этим вечером оставить меня наедине с Бобби, разумеется, не оставлю. Вы тасковали без нас? Очень. Где твоя мама, Сэнди? Думаю себя, папа. Незомненно отдыхает. Между прочим, ты не забыла, что я говорил тебе о хлебном соусе, не так ли? Не забыла, папа. Я лишь одного хочу, дорогая, не сочти за труд объяснить кухарке разницу между хлебным соусом и хлебной припаркой. Ясно, да и понять, что нет нужды подавать хлебную припарку к абсолютно здоровой курице, как это случилось этим вечером. А вот качественно приготовленный хлебный соус – насущная необходимость, если требуется по достоинству оценить вкус птицы. Если требуется по достоинству оценить вкус птицы, да, папа? Именно так, дорогая моя, донеси до нее эту мысль. Иногда короткий, спокойный разговор творит чудеса. Послушайте, сегодня ночь летнего солнцестояния. Почему бы вам на пару не сходить поискать в саду? Эй! Фир, лесу, целуя нежно, ей не давал шуметь. В такую ночь душой стремился к греческим шатрам. Троил на стенах трое покресиде своей довязь в ту ночь. В такую ночь на диком стоя берегу Дидона манила друга веткою от ивы вернуться в Карпаген. В такую ночь. Мне приятно осознавать, что мы с тобой настоящие друзья и понимаем друг друга. Не знаю, отличаюсь ли я от других девушек, но друзей мне найти непросто. Ты говоришь про друзей или подруг? Я о первых, а о вторых, собственно, кроме Мелисанды. И тебя, настоящих друзей у меня нет. Но Мелисанда отличная подруга. Вы делитесь ей своими секретами и все такое. Да, 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 мы очень хорошие подруги. Но есть и такое, чего я не могу сказать даже ей. Я не могу допустить ее в самую сокровенную глубину своего сердца. Не могу поверить, что у тебя нет у друзей среди мужчин. Я уверен в сотни, и все они жадно ловят твой благосплонный взгляд. Я очень надеюсь, что есть такие. Наверное, девушке это ужасно говорить. Но нам приятно осознавать, что мы кому-то не нравимся. Конечно, приятно. Я не вижу в этом ничего зазорного. Правда? Да. Что ж, я думаю, пора идти. А почему такая спешка? Тетя Мэри, она сказала, пять минут. Ну, а ты же потом можешь спуститься и поговорить. Нет, думаю, что нет. Что-то я сегодня устала. Спокойной ночи, Боппи. Спокойной ночи, Джейм. Какая ночь. Какая... ночь. Вы интересуетесь гравюрами? Да, более чем. Как любители, разумеется. Большинство молодых людей, пришедших сюда, думают, что изобразительное искусство началось и закончилось на Пикассо. Но если вас действительно интересуют гравюры, то у меня в библиотеке есть на что посмотреть. Да. Бензин готов, сэр. Спасибо, Элис. Разумеется, сейчас я не буду отнимать у вас времени, но если бы вы заехали в любой другой день, в конце концов, мы с вами соседи. Да, разумеется. Благодарю вас за приглашение. Наш городок называется Хедлик. Обминаю об этом лишь потому, что вы заблудились. Хедлик, господи, теперь я знаю где, и о преломном свете все так меняется. Я как раз завтра в эти места забрался на ланч. Если бы вы позволили, я бы мог заехать к вам. Я бы вернул вам бензин, отблагодарил вас за гостепримство и провел свою полную немежественную старину Гребову. Все в один день. Проезжайте к чаю. Отлично. Ну, пожалуй, мне пора. Ну, побудьте, давайте все-таки взглянем на карты. Да, да, конечно. Действительно чудесная ночь. Вы только посмотрите. Восхитительная! Прошу. Прошли, думая о том и о всем. И он вдруг начал рассказывать всякие интересные вещи. Про людей, которых называют королями и королевами. И про каких-то еще, которых называют купцами. И про то место, которое называется Европа. И про потерянный остров посреди моря, куда не приходят корабли. И как сделать насос, если нужно. И какие мы товары получаем из Бразилии. И постепенно они добрались до зачарованного места, Которая находилась на самой вершине холма. Это место было зачаровано, потому что никто не мог засчитать, Сколько тут было деревьев. 63 или 64. Как и полагалось, в зачарованном месте земля тут была совершенно другая. Не такая, как в лесу, где рожли всякие колючки, Папоротники, лежали иголки. Нет, здесь она росла ровной, ровной зеленой травкой. Гладкой, как газон. Это было единственное место в лесу, где можно было сесть спокойно и посидеть. И не надо было почти сразу скакивать в поисках чего-то другого. Наверное, потому что в зачарованном месте вы могли видеть все, все на свете. Во всяком случае, для того самого места, где нам, как кажется, не было. Сходится земля. Скажи, пожалуйста, а медведь может стать рыцарем? Да, пух, конечно, может. Сейчас я тебя посвящу. Встань, зарубиник пух. Ты медведь. Ты самый вернейший рыцарь. Спасибо. Я слышал, как они шепчутся. А, ну, разумеется, не жду, что ты мне поверишь. Однако не думаю, что в мире нет ничего, кроме круглых леденцов и яичницы свечиной. А потом я, наверное, заснул. Потому что, когда проснулся, наступило утро. Самое удивительное, волшебное, сверкающее утро. Но ты в это время, разумеется, принимался повернуть. Да. А, именно так я себе и сказал, я сказал себе, завтра уже позавтракал. Ты да. А вот нет. Я сказал себе, ну как же. У моего давнишнего друга, Эрнеста, с которым мы охотились на Буйволов, в Гималайо, есть поместье, где-то в этих краях. Я пойду и выразил его с ним с дымом утрамбежи. Я вылез из автомобиля и отправился на поиски завтрака. И, конечно же, еще и не чудо. Я встретил своего давнишнего друга, Эрнеста, который остался все тем же самым, как другого времена, когда мы с ним охотились на Стрековск, в Волоках Малайзии. Эрнеста, старина, я рад видеть тебя. Как насчет завтрака? Уже завтракал. Пересмотри, Зубер. Где ты живешь? Дом. Собственная квартира, ты еще не обзавелся, хорошо. И как далеко отсюда находится этот дом? Вмедель? В полумедель? Что здесь сиденье? Там, внизу. О, а теперь я хочу, чтобы ты взял вот это. Да, я подумал, что это произведет на тебя впечатление. Я хочу, чтобы ты спросил своей матери, не могла бы ли она сюда принести мой коллайон. А теперь слушай меня очень внимательно, потому что мы подходим к самому важному. Сваренные в крутые яйца, хлеб, масло, бутылка молока и еще все то, что она сочтет нужным. Скажи ей, что дело очень важное, потому что твой давнишний друг, Мэлори, с которым вы охотились на белых мышей в Египте, да, это голода на обочине дороги. Если ты быстро вернешься с корзинкой, сэра Анастаса, я дам тебе столько волшебных леденцов, что ты сможешь сосать их целую неделю. А теперь, сэра Анастаса, со всей страстью и эмоциями, которым способен до завтрака, спрашивайте, ты все понял? Иду домой. Идешь домой, да, но возвращаешься с завтрака, голодающий человек, заблудился в лесу, возвращаешься с корзинкой, спасай жизнь. А теперь, иди. Уже по завтракам. Ты и да. А я вот гадаю, удастся ли мне? Вы так уверены, что убьете его. А что если он убьет вас? Мадам, когда третий сын бедного дровосеми схватывается в смертейной схватке с тем, кто посмел вызвать неудовольствую прекрасную принцессу, исход битвы может быть только один. Сомнение в этом стоит крест на романтике. А вы правы, мне не следовало сомневаться. Ну, хотя, возможно, было бы совсем и плохо обратиться за помощью к моему дяде Олто. Дяде Олто? Дядя Олто! Позвольте, разве благородно просить помощи у дяди Олто для того, чтобы убить одного поклонника? Так он же, маг! Все мы всегда дозволены немного обращаться к магу. Идея у меня следующая. Дядя с помощью заклинаний сделает так, чтобы этот самоуверенный молодой человек, который посмел ухаживать за Ванкой, для всех выглядел кроликом. Он осознает считанность своих ухаживаний и уйдет. Вы же не пойдете замуж за кролика-блондина в сером костюме с бабочкой ищет? Не пойду. Какие вы говорите глупостей! Утро, на удивление, восхитительное. Воздух словно сверкает. Я пытаюсь сказать что-то умное. Продолжайте говорить глупости. Расскажите о себе. Вы пока ничего не сказали, кроме того, что ваш отец дровосек. Да, он убит лес. И вы решили покинуть очий дом и отправиться в большой мир на поиски и счастье? Да. Видите ли, когда ты третий сын бедного дровосека, никто тебя не ценит, никуда с собой не берет. А когда пилят срубленные деревья, ставят тебе так, чтобы все опилки летели тебе в рот, но это все потому, что они не читали книжек. Они не знают, что третий сын самый лучший. Самый высокий, самый смелый, самый красивый. Сосредоточение достоинств, как вы говорите. Итак, вы убежали. Да, и так я убежал. Большой мир на поиски. Счастье. Но ваш дядя Мак или фея крестная ведь дали вам волшебное кольцо, с которым бы отправились в путь. Они всегда дают, знаете ли. да, моя крестная фея дала мне волшебное кольцо. Вот он. И что оно делает? Его нужно повернуть, подумать о человеке, который больше всего на свете тебе нужен. И тот, о ком ты больше всего думаешь, мгновение ока появится перед тобой. Потрясающе. И вы уже пробовали кольцо в действии? Да. И один раз. Вот почему вы здесь. выберу вашего отца и заявить за своем праве на вас и сражаться за это право и увезти вас с собой. Но если бы мы были в волшебной стране, позволило бы. Вы мне доверитесь? Я доверюсь моему повелителю. Тогда я приду за принцессой во второй половине этого дня. Я буду ждать. И вы уедете со мной, уедете со мной за холмы и дальше, дальше, дальше. Принцесса. Принцесса. Мелисандра. Да. Могу я поцеловать ваши руки, Мелисандра? Мои руки предназначены для поцелуев моего повелителя. Дорогие мои. Ну вот, теперь я тоже буду их любить. Могу я поцеловать ваши губы? Кто может, если не мой повелитель? Могу я поцеловать. Я. Могу я поцеловать? Почему я не проснулась, когда ты поцеловал меня? Ну и все еще здесь? Сон продолжается? Это не сон, Мелисанда. Хорошо. Если это сон, тогда я люблю тебя и во сне. Я люблю тебя и наяву, если мы проснулись. Я люблю тебя, если это волшебная страна. И я люблю тебя, если это не волшебная страна. Я люблю тебя, кто бы тут ни жил, феи или люди. Я люблю тебя. Мы все еще притворяемся? Нет. 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 Я живу там, внизу. Ты придешь за мной? Я приду. Я буду ждать! Музыка. 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 Благодарю. Благодарю. Сэндвич. Благодарю, Бобби. К счастью, я могу есть что угодно и в любых количествах. Сэндвич, мистер Куд. Благодарю. Просто не знаю, что творилось бы у нас в доме, мистер Мэлори, если бы не Мелисанда. Я постоянно болею, но, к счастью, могу полностью положиться на нее. Я в этом нисколько не сомневался. Разумеется, я понимаю, что со временем она покинет наш дом. Джейн, хочешь еще чаю? Да, благодарю. Просто удивительно, как быстро она все схватывает. Я считаю, что женщина должна знать, как вести домашнее хозяйство. Вы согласны со мной, мистер Мэлори? Да, разумеется, это очень важно. Вот, и я всегда говорю, Сэнди, счастье начинается с кухни. Я уверена, мистер Мэлори согласится с тобой, мама. Папа! Сарик же должен что-то есть. Еще сэндвич? Нет, благодарю. Еще чаю, папа. Нет, благодарю, любовь моя. Еще чаю, мистер Мэлори. Нет, благодарю. Мистер Мэлори, я не хочу вас торопить, но раз вы уже закончили, да. Нет, вы не уедете, не посмотрев на наш сад, мистер Мэлори. Сэнди, дорогая, как только твой отец освободил мистера Мэлори, ты должна ему показать наш сад. Мы так гордимся нашими розами. Мелисандра обожает розы. Я очень хочу посмотреть на ваш сад, пожалуйста. Не вставайте. На случай, если мы не увидимся. Прощайте. Не прощайте. Алгебуах. Алгебуах. На случай, если... Пока. До свидания, мистер Мэлори. Прошу сюда, мистер Мэлори. Вы представить себе не можете, сколько времени мы тратим, говоря друг другу, добрый день и добрый вечер. Я как-то почитал, что за два года... Джейн, ты не могла бы пойти и помочь мне? Ну, разумеется, тетя Мэлори. А можно я с вами? Ты еще не допил чай, Бобби. Мистер Худ, присоединяйтесь к нам, как только допьете свой чай. Да, сказал, что девушки не знают, чего хотят. Да, если на то пошло, никто из нас не знает. Я сожалею о том, что наговорил тебе вчера вечером Бобби. Не следовало мне этого говорить. Это были всего лишь слова и Бобби. И я выйду за тебя замуж, если ты этого хочешь. Сэнди. Глупо с моей стороны требовать, чтобы ты не называл меня Сэнди. Говорить так о твоем костюме с бабочкой. И Бобби, и я выйду за тебя замуж. И спасибо тебе большое, что ты так сильно этого хотел. Можешь поцеловать меня, Бобби, если хочешь. Спасибо. Что такое Бобби? Дело в том, знаешь ли, что я бы не хотел, чтобы ты чувствовалась... Я хотел сказать только потому, что я дважды... Я бы не хотел, чтобы ты чувствовала себя обязанной только потому, что я дважды просил твоей руки. Ты не должна делать этого ради меня, Сэнди. Извини, я хотел сказать Мелисандра. Можешь называть меня Сэнди? Ты понимаешь, о чем я Сэнди? Причина не в этом, Бобби, не в этом... Я много думал об этом, знаешь ли. Всю прошлую ночь. И потом тоже, знаешь ли, и начал приходить к выводу, что ты не надо. Что ты, возможно, права насчет отсутствия во мне... Нет, спасибо. Насчет отсутствия во мне романтики и все такое... Я хочу сказать, я обыкновенный парень. Мы все обыкновенные, Бобби. Просто... Просто привыкните ко мне. Посмотрите на меня в очках, хорошо? Посмотрите на меня, дезочку. Поиграйте со мной в пельят. Если вы не умеете, я вас научу. Помогите мне в моей работе на фондовой ИР. Я хочу, чтобы... Мы отныне всю жизнь шли по миру вместе. Это долгий соблюдатель, не двадцатиминутная беседа перед завтраком. Любиться это так легко. Вот сможем ли мы быть друзьями? Улыбнись, Мелисандр. Улыбнись, Мелисандр. Я полагаю, этому научили тебя феи. Храни эту улыбку для меня, хорошо? Но дари мне ее почаще. Ты когда-нибудь смеешься, Мелисандр? Мы должны иногда смеяться вместе. Смех так облегчает жизнь. Что мне вам сказать? Скажи, Джервис, я думаю, мне понравится такой спутник по жизни, как ты. Скажи, Джервис, пожалуйста, приди ко мне снова. Джервис, я думаю, мне нравится такой спутник по жизни, как ты. Скажи, Джервис, пожалуйста, приди ко мне снова. Скажи, Джервис, как же все здорово! Джервис, как же все здорово! Спасибо тебе, Мелисандр. Спасибо тебе. Я должен идти. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. КОНЕЦ Рецепт приготовления хлебного соуса Очистите лук Поместите мелко нарезанный лук в кастрюлю с молоком Лавровыми листами И несколькими щепотками соли и перца Процедите молоко, чтобы удалить лук Замочите в молоке мелко нарезанный белый хлеб И вилкой взбейте до состояния крема По вкусу добавьте щепотку соли и перца Тщательно перемешайте и вновь доведите в кипение Снимите с огня Добавьте немного жирных сливок И вновь тщательно перемешайте Соус готов! Приятного вам аппетита! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ